Всем привет! Вы снова на кухне с Аверьяном Игорем Михайловичем. И по пророде подписчиков Сегодня я приготовлю упму. Кстати, я не знаю, как точно ударение падает, то ли упма, некоторые называют упма. Если вы знаете, вы в комментариях напишите. Что это за звер дикованный? Это блюдо, очень вкусное блюдо, очень питательное блюдо, готовится из манной крупы. Так сказать, новый взгляд на манную крупу. Мы умеем готовить из манной крупы ман, манную кашу, какой-нибудь манник, запеканку. Но никто никогда, я думаю, не догадался готовить манную крупу как блюдо с овощами. И я вам скажу, попробуйте хотя бы раз. Я уверен, что это блюдо станет одним из главных блюд вашей кухни. Очень вкусно. Кстати, это блюдо, одно из любимых блюд моей жены. Леню готовлю сегодня. Спасибо. Ингредиенты, которые у нас будут применяться в арене приготовления этого блюда, они все будут подписаны под видео на YouTube. Итак, приступаем. Сковородочку погреем сейчас и добавим сюда столовую ложку топленого масла. Кстати, блюдо с топленым маслом получается в белье в полтысячи раз вкуснее, чем на растительном масле. По возможности используйте в готовке топленое масло. Масло разогрелось, теперь начинаем добавлять в нашу маке. Добавляем специи. Первое, что добавляем, всегда черные горчицы. Они должны вот так вот немножечко потрескать. Как только они начнут трескать, сейчас они обжариваются, когда они трескаются, они начинают издавать такой приятный ореховый аромат. Вот они пошли трескать. Видите, даже выпрыгали. Все, как только начали с трескать, добавляем все сразу шамбалу и кумин. Немножко их припустим в масле. Добавляем молотые специи. Картошку. Картошку сейчас немножко обжарим. Подрумянем сейчас. На большом огне. У нас супа уникальная. В интернете я смотрела видео. И чеснока. У нас без лука и без чеснока. Мы как истинные йоги, лук, чеснока это все ежетко. Вообще не понимаю, зачем нужен лук, чеснок, эти слезы, топли. Когда просто берешь, например, вместо лука добавляешь пол чайной ложки аскетки. Да вот тебе лук, чеснок в одном полотне. И вкусно, и не надо все переживать аскетки. Ну, видите, красотичка какая. А? Уже на этом так можно заканчивать и есть. Но мы не ищем легких путей, поэтому идем дальше. Добавляем сюда овощи, оставшиеся. Перточек. Писание капуста. Ну, вот так вот. Еще немножко перемешаем со специями, чтобы у нас не так контактировалось. Так, ну вот. Я перемешал овощи со специями, они у нас немножко обжариваются. Вот. А для любителей остренького, для любителей остренького, еще можно добавить сюда остренький перчик. Не те, это яль, блядь. Потом его можно вытащить. Вот, вот так вот перчик потом сюда. Вообще, блюдо с крупой, вот манной крупой, да вообще, с рисом, старайтесь готовить, добавляйте немножечко перчик туда, чтобы он лучше переваривался. Потому что крахмалец и углеводистая пища, и жирная пища, она лучше славится с керцем. Вот, кстати, вот это блюдо, которое мы сейчас готовим, кукма, клюкма, как он будет угодно, она хороша для зимнего периода. Когда холодно, когда нужно чем-то согреться, нужно немножко себя чем-то насытить, таким плотным, чтобы не было голода, да, вот это блюдо идеально подходит для зимнего периода. А также хороша для людей, которых в атмосферу, то есть ветер прибодает в атмосферу. То есть не знаете, посчитайте арбит. А он согревает, да? Это блюдо согревает и успокаивает. Оно согревает тело и успокаивает ветер, внутренний ветер, то есть вата душа. Поэтому это блюдо для людей вообще просто сделано. Ну, для капчика, конечно, не сильно, вот для капхо, я просто не спать хочу. А луговато вообще идеально. Так, у нас специи, овощи со специями обжариваются, так вот видите, как они подрумяниваются, они уже даже подрумяниваются. Соли, причем, не добавляют, смотрите, внимательно, соли не добавляют. На этом этапе. Вот. Теперь я сюда наливаю немножечко водички. Так, просто, чтобы дно покрыло. И будем пить. Так, смотрите, у нас один этап закончился, мы овощи с вами поставили тушиться, они минут, ну, наверное, 7-10 потушатся. Вот, и теперь мы с вами приготовляем манку. Подготавливаем манку для угла. Так, вот сливочное масло. Растапливаем сливочное масло. И высыпаем сюда стакан манки. Какой манки? Свердых сортов, или мягких? Нет, свердых сортов. То есть, есть два вида манки. Одна манка, что-то больше, что я не помню, стакан был. Здесь манка твердых сортов, здесь манка мягких сортов. Старайтесь. Ну, это как макароны, то же самое. Есть макароны твердых сортов, есть макароны мягких сортов. Чем отличается? Ну, пшеница твердых сортов больше клейковины и клетчатки. Она полезнее. А в мягких сортов, там больше крахмала. То есть, вот, интересный факт, что итальянцы, несмотря на свою любовь, к макаронам и к мучным изделиям, они являются нацией, где меньше всего полостых людей. Хотя, казалось бы, едят макароны постоянно. Почему? Потому что они едят макароны исключительно твердых сортов. Это как раз диетический макарон. То есть, там преобладает белок. А, так называемый, глютен. А в мягких, там преобладает крахмал. Поэтому, чтобы у вас блюдо было диетическим, и чтобы оно не приводило к набору веса, обязательно используйте манку твердых сортов. Ее можно легко найти в магазинах. Сейчас ее хватает. Там просто на пакетик, смотри, должно быть написано манная крупа из твердых сортов пшеницы. Из твердых сортов пшеницы, да. Так, вот так мы манку перемешиваем. Манку нужно перемешивать где-то минут 7. Вот так вот. Она должна у нас, в общем-то, огонь я поставил большой, нормально. Она должна у нас стать такой золотистый цвет. Сейчас она бледненькая. Но хотя она вот твердых сортов, смотрите, она уже видно, что она желтоватая манка. То есть, обычная манка, она белого цвета. Прямо да, белый цвет. А вот твердый сортов такая белая. Ну вот видите, манка у меня обжарилась, она превратилась как будто такой влажный речной песочек такой, видите. Очень такая интересная. И цвет изменился, видите, он такой стал золотисто-коричневый цвет. Белый желтый, похож на песок, да? Была манка стала песок. Может, куличики полипели? Да. Кстати, овощи тоже готовы. Я проверил по картошке, смотрите, по картошке, но они не должны прям вот такие развалиться полностью. Ну, полуготовность такая. Вот картошки, видите, свободно потыкаешь. в такой стадии полуготовности. Так, все. Теперь самый опасный и самый интересный момент будет пшик. Добавляем, добавляем в воду. Скажи пшик. Пшик! Пшик! Вот этот самый опасный момент. Добавляем воду. Она сразу же кипеть и булькой. И в этом нет, хорошо перемешивайте, чтобы не образовалось комочков. Вот это самый интересный момент. Она насчет плюхать. Ой-ой-ой! Вот она плюхает, видите? Добавляем сразу же помидоры. Так. Добавляем все наши овощи. Добавляем все наши овощи. Добавляем сюда соль. И лимонный сок. И все перемешиваем. И оставляем все это дело на 5 минут. Под крышкой? Под крышкой, да. Чтобы у нас хорошенечко все распарилось. Но, в принципе, манка уже распарилась. Такая хорошая манка получилась. Все. Но пусть она немножечко дойдет. Вот буквально на... Чтобы и помидорки тоже зашли у нас. Буквально на 5 минут. Под крышкой. Прошло у нас ровно 5 минут. Я пару раз подходил, помешивал лукму. Ну, вот такая красотища у нас получилась. Вот это у нас красавица получилась у нас. Обалденно вкусно. Очень аппетитно выглядит. Обалденно аппетитно. Обалденно насыщено. Обалденно полезно. В общем, с какого края к ней не подойдет, она везде обалденная. Мы с названием... Видите, какая красота какая-нибудь, смотрите. Получается. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова